Добрый вечер! Это программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня в Харькове состоялась очередная сессия Харьковского городского совета. О ее итогах, о депутатском корпусе и о том, что собой представляет депутат местного совета, в частности городского совета, о его полномочиях и его возможностях. Поговорим сегодня с гостем студии, которого я с удовольствием представляю. Депутат Харьковского городского совета, глава депутатской фракции «Солидарность», член постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, «Соблюдение законности, охраны прав, свободы, законных интересов граждан». Александр Довтян, здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Но об этом, с Вашего позволения, несколько позже. Пока по нынешней сессии городского совета. У меня сложилось впечатление, что она достаточно такой технический характер носила. Это так? Ну, все эти сессии носят технический характер. Я имею в виду, что, собственно, главный вопрос – это распределение вот этой большой субвенции, больших сумм субвенций, 2,5 миллиарда, плюс некоторая компенсация городу за исполнение, содержание учреждений образования и здравоохранения. То есть, ну, по большому счету, это технический процесс бюджетирования, да? Ну, был на сессии еще несколько вопросов. Депутаты выступали с, ну, как бы, не знаю, как это сказать, негодования. Да, вот там дома в Харькове, 114, по-моему, домов без горячей воды. И один из депутатов поднимал этот вопрос, немножко перепутал. Он сказал, что это в одном районе, это вообще по городу. На Алексеевке действительно 80, по-моему, 5 домов без тепла. И мэр очень жестко выступил в адрес руководителя тепловых сетей. Тот пообещал, что до Нового года горячая вода у Харьковчанин будет, иначе он может лишиться своего рабочего места. Это как бы мэр пообещал и перед телекамерами, и в сессионном зале. То есть, жесткое выступление было. Это самый острый момент всей сессии. В остальном, у тех, кто смотрел трансляцию, складываются впечатления. Да, но это на самом деле, вы знаете, очень сложно. На самом деле, можно ругать, можно что угодно делать, но для того, чтобы заменить коммуникации, для этого нужно в десятки раз больше городского бюджета. То есть, для того, чтобы поменять коммуникации в городе, для этого надо десятки миллиардов. Ну, это одномоментно. Это вот сейчас нужно десятки миллиардов для того, чтобы начать масштабную работу по их замене. Коммуникациям, каким 50, каким 70 лет. И самое интересное, вы знаете, что происходит? Вот даже там на моих предприятиях, мы меняем, внутри предприятий меняем коммуникации. И что происходит? Те трубы, которые были заложены, как бы не ругали Советский Союз, в советское время, эти трубы служили 35-40 лет. Те трубы, которые сейчас мы ставим, современные трубы, произведенные в Украине, ну, 5, ну, 6 лет. Все, их надо менять. Это качество продукции, которое сегодня выпускает наша страна. И все равно это стоит огромные деньги. А для того, чтобы поменять тысячи километров, которые есть внутри города Харькова, это и вода, и канализация, и тепло, и горячая вода. Для этого надо десятки миллиардов. А бюджет Харькова всего лишь 15 миллиардов. Ну, около того. А с этих денег еще надо заплатить бюджетникам, учителя, врачи, содержать медучреждения. Да, легче всего критиковать. Вот там то плохо, и это плохо. И тут трубы прорвало, и тут прорвало. А деньги где взять? Не трубы виноваты, не люди виноваты. Денег не хватает. И не может хватать. В этой стране, в которой пока что сегодня, она, ну знаете, как, если сравнить ВВП на душу населения в нашей стране и в любой другой стране, ну, в которой приблизительно, как мы, там в несколько раз больше. Нельзя делать продукции на 100 рублей, а 200 рублей просить на зарплату. Ну, это образно, да? Да, это понятно. Кто занимается бизнесом, экономикой, те меня понимают. Поэтому, ну вот, нет денег. Да, могут сейчас сказать, что, а вот там на зоопарк нашли, ну, нашли, ну, на зоопарк нашли, это 5% от годового бюджета. А трубы надо менять много бюджетов многих лет до того, чтобы их поменять. Ну, их никто не хочет, собственно, и не требует поменять. Единомоментные сразу хотя бы. Их меняют, их меняют постоянно. Круглый год их меняют. Просто зимой это видно. Труба плохая. Далее давление, вода горячая, труба рванула. Хорошо. Да, я понимаю вашу позицию. Легко критиковать, трудно это все делать. Тем более делать быстро, одномоментно, качественно, да, так, чтобы все оставались довольны. Трудно. Те люди, которые критикуют, они не говорят, а что бы вы сделали, или как бы нам было сделать, чтобы это исправить. Это, знаете, как оппозиция всегда. Оппозиция, кто легко, она критикует. В какой-то степени, да. А те, кто у власти, они всегда плохие. А вот как быть тогда с обратной ситуацией? Я себя ставлю просто на роль зрителя, который даже не следит так, как слежу я, скажем, за какими-то там острыми информационными темами, а просто смотрит сессию Харьковского городского совета в прямой трансляции. И складывается впечатление, что, да, собственно, и обсуждать-то нечего. Все хорошо, все прекрасно. Уже как-то все решено. То есть депутаты только, ну, вы там кнопки нажимаете, не поднимаете руки уже. Но депутатам нужно только для того, чтобы нажать кнопку. Я, как простой харьковчанин, не понимаю, о чем идет речь. Мы голосуем, давайте за поддержку, за бюджетную поддержку там того же зоопарка. Сколько? Зачем? Почему? Почему, опять же, не труп? Почему это не обсуждается все? Ну, для того, чтобы вы понимали, для этого вам надо посетить, как минимум, две комиссии. Первая комиссия длится приблизительно у нас, ну, до трех часов. Это одна только комиссия. И вторая комиссия, когда собираются все члены, фактически, городского совета на суспильную комиссию, еще пару часов обсуждают вопросы. То есть, там эти вопросы все уже были проработаны, и там какие-то вопросы завернули, какие-то дополнили. И вот там это все, вся работа происходит в комиссиях. А на комиссии еще несколько дней, недель, месяцев чиновники готовят эти вопросы. На комиссии уже приносят вопрос, фактически, полуготовый. И депутаты его обсуждают. И вот после того, как депутаты на своей комиссии обсудили, после этого, ну, то есть, у нас, не помню, 12 комиссий, по-моему, ну, разных, да. И вот, все комиссии обсуждают эти вопросы. Потом собирается совместная комиссия. То есть, фактически, это как сессия. Собираются все депутаты и еще раз это обсуждают. Еще дополняются какими-то вопросами. Вот сегодня рекорд, по-моему, 100 вопросов было. Да. Да, и он в пулеметной совершенно очереди. И вот, и если третий раз уже садиться и обсуждать эти вопросы, сессия будет проходить приблизительно, ну, часов, наверное, 7-8, потому что на комиссии, вот, у нас, в моей комиссии, по-моему, 9 членов. И знаете, когда высказываются из 9 членов, там, у 2-х, у 3-х возникают вопросы, мы это обсуждаем. А когда в зале будет сидеть 75 человек, и тут у каждого возникает вопрос, но это может и 2 дня сессия длиться, и 3 дня. Вопросы уже все проработаны. Но есть технический вопрос, сессия, только сессия может принять решение по конкретному вопросу. И уже сессия голосует за то, что уже обсудили и пришли к определенному выводу. Ведь если на комиссии какой-то вопрос сняли, он на сессию не попадет. А у нас есть такие ребята, которые на комиссии не ходят, или ходят на комиссиях ничего не делают. А почему? Потому что там нет пиара. Это рабочий момент. Там нет телекамер. Там сидит и молчит. И на суспильной комиссии сидит и молчит. А когда выносят на сессию, а тут же телезрители, ты на широком экране, тебя показывают по двум телеканалам, тебе можно попиариться. И ты начинаешь там рассказывать. В этом же отчасти, прошу прощения, и есть немножко хотя бы составляющая работа депутата. Это его в том числе. Но это же тоже форма общения с аудиторией, с избирателем. Есть же вопросы, знаете, какие. если ты хочешь общаться с избирателями, едь к избирателям и общайся. Почему это надо делать? Там, где уже все обсуждено, все решено, приди на комиссию на свою и покажи, что ты, во-первых, дай предложение. Не просто критиковать. Ну, вышел там, я не знаю, асфальт мокрый, снег плохой, холодный, ветер тоже плохой. Можно все критиковать. Сделай из этого, переверни, чтобы из этого получилось что-то путное. Я просто беру как образец для сравнения. Я тоже критикую, я просто не просто так, потому что все плохое, а потому что, во-первых, действительно не очень понятно, а во-вторых, есть с чем сравнить. Возможно, это какие-то уже устаревшие формы, и может быть, не совсем употребимые в харьковском масштабе. Но вот вспомните, например, что в 80-х творилось, когда начали съезды народных депутатов, еще тогда Советского Союза. Цирк и базар. Но сколько появилось сразу ярких политиков? Как люди следили за этим? Как люди могли разобраться, кто и с кто? А потом из этих ярких политиков, знаете, для меня это пример, когда большинство из тех 5 тысяч, по-моему, съезд народных депутатов, первый, советский был, из этих 5 тысяч получился, человек, наверное, до сотни ярких политиков, а потом из них кого-то в тюрьму посадили, кто-то из таких демократов стал таким парнем, как Шойгу, который ведет войны по всему миру, и от демократа осталось там уже не ноль даже, а минус. и вот, ну, это трансформация человека. Да, пиар это люди, которые делали себе карьеры, потом были, помните, там появлялись какие-то люди, которые становились президентами разных образований, ну, в то время их было в Советском Союзе много, а заканчивали, кто в тюрьме, а кто в бегах, ну, это... Да, но это было тогда время, я не говорю, что там, сам принцип просто. Ну, принцип, на мой взгляд, вы знаете, вот недавно в Фейсбуке такая была картинка красивая, критиковать огромная очередь, советы давать не очень большая, а исполняет один человек. Так вот, если ты даешь какие-то замечания, надо делать и как бы совет или проект, как это исправить. Вот вы критикуете, что трубы, текут. Покажите, как это исправить. Для этого надо сделать то-то и то-то. Но, если этого человека, которого... Мы это уже проходили в нашей истории много раз. Этого человека, которого носили на руках, только он попадает во власть, а во власти нельзя все сделать моментально, его начинают ненавидеть. Для этого можно перечислить там наших знаменитых боксеров, футболистов. Да не надо далеко ходить. Нашего сегодняшнего президента, Петра Алексеевича, который победил на выборах 53 процента. Единственный президент за независимую Украину за 28 лет, который победил в первом туре. Вся страна была в захвате, выбрали его, а дальше пошло со второго дня, и его начали уже мочить. мочить. Притом приписывают ему что угодно, начиная от экономики, которой он по конституции не имеет права заниматься и не занимается. А то, чем он занимается, я считаю, он вполне справляется со своими обязанностями. А то, что, извините, у вас в подъезде нагажено, так не президент в этом виноват. А виноваты вы и ваши соседи, которые гадят в этом подъезде. И то, что там еще какие-то моменты, я не знаю, Ну, цены на газ, например, сейчас тоже, да, вот, все же, цены на газ, например, это тоже связано с этим. А президент к этому какое имеет отношение? Лучше спросить у кандидатов. был подписан договор, в 2008 году был подписан договор с МВФ о росте цен на газ. Ну, вот, ММАМО это еще ММАМО. Кто подписал? Вспомните, кто был в 2008 году, премьер-министр. Давайте вернемся на наш Харьковский уровень. Я знаю, если я не ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь, но, по-моему, вы всегда были принципиальным противником политизированности местных советов. То есть, мы исключаем политику из, по крайней мере, во вневыборный период из обязанностей депутата городского совета. Мы, насколько я опять же понял из вас, исключаем пиар. Да, вот такой, собственно, деятельность депутата ради собственного пиара. Что остается в итоге, чем занимается депутат городского совета Александр Давтян вот все это время, в частности, этот год? Вы знаете, вот принес с собой отчет, депутат городского совета должен раз в году отчитываться перед своими избирателями, но я его, конечно, зачитывать не буду. Я могу только сказать, это то, что, как бы, ключевые моменты, цифры. Ну, вот, много чего я делаю. На самом деле, я, мои помощники, которые, помощники депутата, много чего делают там. Я не буду хвастаться, не буду это все рассказывать. Ну, вот мы, я, моя, я считаю, основная работа, я веду прием своих избирателей, принимаем сотни людей, помимо того, что вот официальных было 230 звернень, которые мы получили от избирателей, это и коллективные, и люди по одному, это за год вот этот, да, получается? Это вот за этот год, да, это мало, потому что, когда я был в областном совете, у меня было там по тысячу человек, чуть ли не в месяц приходило. А вы тогда рекордсменом, по-моему, были, да, среди депутатов областного? Я принимал больше всех, и самое интересное, большинство вопросов было решено, и вот это 230, это те вопросы, которые люди приходят, пишут заявления, и там какие-то сложные вопросы, а очень много вопросов я решаю. Человек просто приходит вот со своей проблемой, мы даже это нигде не фиксируем. То есть не как в депутатское приемное, он приходит как к депутату, но не депутатское приемное, ну, в моем офисном здании, но люди приходят просто, а где такой-то, такой-то, и говорят, вот приходит человек в офис, к вам так просто можно зайти? когда есть время, я принимаю, ко мне не надо записываться, я очень доступный, меня люди ловят на улице, и задают какие-то вопросы, я их решаю, тут же, если это вопрос решается, я его тут же могу решить по телефону, а почему не сделать бы человеку там доброе дело, может быть, когда-то и подумают обо мне хорошо, я же это делаю не для пиара, не для корости, я уже, наверное, все-таки считаю, что пора заканчивать политическую карьеру, я уже несколько раз в жизни пытался закончить, но как-то вот все не дают, но людям надо помогать, мне это нравится, на самом деле, вы знаете, мне это нравится, сделать человеку одолжение, сделать ему какое-то добро, и он бы этот вопрос никогда в жизни сам не решил, а мне это легко, многое это основано на товарищеских отношениях, с какими-то людьми, которые там во власти где-то, в каких-то чиновничьих кабинетах, и они это тоже идут навстречу, ведь на самом деле, это всегда там ругают чиновников, многие люди, они добрые, они нормальные, они идут на помощь, очень много мы помогаем людям, которые, там, операции, какие-нибудь, медицину, но есть связи в больницах, есть врачи, есть руководители, есть чиновники от медицины, которые всегда идут навстречу, вы знаете, даже не спрашиваю, ты когда говоришь, там, ну, сделай, я там буду, там, отблагодарю, не-не-не, это вранье, что куда бы ты ни пришел, везде у тебя деньги берут, вранье, я не верю в это. Ну, вас в Харькове знают очень многие, я уверен, что у вас большое количество знакомых, есть связи, которые позволяют решить по телефону какие-то вопросы, те или иные, но у большинства депутатов, насколько я понимаю, таких возможностей нет, если говорить о работе депутата, вот именно, так пусть работают так, чтобы у них точно так было. А вот как они могут работать, что, реальная полномочия, вот что может сделать депутат, что он может, куда написать, и как отнесутся к этому. Куда угодно, депутат может написать, вы знаете, есть два, депутатское звернание и депутатский запрос, для того, чтобы был депутатский запрос, за него должны проголосовать, ну, это как бы более сильная бумага, чем та. Я когда был депутатом областного совета, пять лет, за депутатский запрос должна проголосовать сессия, мы были в оппозиции, у нас было всего там, я не знаю, может быть, наша фракция, там пять человек было, по-моему, фракция, ваши пять человек было, наша фракция, и Батьковщина сидела рядом, которая, как бы, ну, мы вместе были, потому что, ну, один вектор политический представляли. наши депутатские запросы никогда не голосовались. У нас было меньшинство, а депутаты того созыва областного совета были такие агрессивные, вот, все, что наше, даже если мы, там, хорошие вещи, которые нужны были для города, для области, они не голосовали. И мы обходились с депутатскими звернаньями. Так вот, из тысяч депутатских звернань, которые я написал за пять лет, ну, 80% достигли своей цели, я имею в виду, вопрос решился. Да, есть вопросы, которые просто нельзя решить. Когда приходит человек и говорит, вы знаете, я занял деньги, мне насчитали проценты, я не заплатил ни проценты, ни деньги, они у меня забирают квартиру. Ну, тут, и те люди выиграли все суды, все инстанции, а вы ко мне пришли на прием, а я уже не могу это сделать. Но там были рейдеры, которые забирали у людей жилье, а мы их посадили. Было и такое, ну, нельзя решить все вопросы, или человек вот приходит, тут недавно мне пишет, меня интересует вопрос замены трупов, придите там, поменяйте какие-то трубы. Но я могу только тут в шутку ответить, сейчас, подождите, у меня сварочный аппарат поломался, сейчас я его починю и приеду к вам менять трубы. Я не могу их поменять. я могу только на сессии Горсовета или на комиссиях перед этим поставить вопрос. Ко мне обратились жители, даже не знаю, где это дом, но принесли фотографии в ужасном состоянии, подъезды, я написал, опять-таки, не ждал депутатского запроса, потому что это надо сессию пройти, я написал депутатское звездное, в Горсовет, в Горисполком, прошу прощения. По чиновничьей лестнице это прошло, и через два или три месяца какой-то человек ко мне подошел на улицу и подарил мне таранку, рыбу. А говорит, спасибо, вы нам подъезд сделали. Это взятка, да, наверное. Ну, не знаю, декларировать ее или нет. Ну, не буду я ее декларировать, я ее подарил тоже, да. Поэтому мне было очень приятно, я сделал людям добро, у них был ужасный подъезд. Поэтому, вы знаете, кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет, ищет причину. Критиковать проще простого. А надо как-то собраться и сделать депутаты, к депутатам прислушиваются. Депутат может написать в любой орган власти в городе Харькове и в Харьковской области, ему ответят обязательно. Да, могут отписаться, надо второй раз написать, третий раз написать. Вот те ребята, которые очень много выступают, они же все юристы. Это мне надо прибегать к помощи юристов. Там у меня и свои есть, или кого-то я прошу из своих знакомых, они все юристы, им же вообще это просто. Вот ответили тебе, ты считаешь, что это отписка, но напиши в следующий раз, что ну вот вы ответили неправильно, потому что есть такие-то статьи, такие-то законы, и извините за грубость, додолбать можно любого чиновника. И он сделает то, что нужно. А вот вы сказали о том, что ваша фракция находилась в меньшинстве и Батьковщина тоже, даже если в целом находилась в меньшинстве в областном совете, сейчас вы тоже не входите в большинство в городском совете. Я вот, кажется, на примере областного начинаю понимать, о чем вы говорите, когда включается политика, когда они голосуют даже за какие-то рациональные вещи, потому что вы из другой политической силы. Вот сейчас вы можете сравнивать уже, вот пятилетние давности или десятилетние давности орган местной власти, как он реагирует на такого рода запросы оппозиционного депутата. Сейчас что меняется? Сейчас вот то, что я говорю о воде горячей выступление было депутата как бы оппозиционного, я правда не пойму, это выступал Игорь Черняк, я не очень сейчас понимаю, он вышел из фракции самопомощь, наверное, он, как называется, внефракционный депутат. Я боюсь перепутать, мне кажется, он вышел из партии и он остался во фракции, но боюсь ошибиться. Ну, может быть, я не знаю, но как можно выйти из партии и остаться в этой фракции, тогда я что-то не понимаю, а зачем было выходить из партии, но вот он как бы оппозиционный, он себя позиционирует, что он оппозиционный депутат к городской власти, но его в данном случае мэр поддержал, потому что это на самом деле, это никакая не политика, это касается людей, которые живут в этих 114 домах, им надо прийти после работы и вымыться в душе, в горячем, а не в холодном, и не греть воду, то есть, когда здравые, нормальные вопросы, то поддержат любого, и где тут политика, люди хотят мыться в горячей воде, при чем тут политика, и нам не надо принимать вопросы, кто, какая политическая сила, у кого там больше молоток в руках, и я на сегодняшний момент, поэтому и говорю, что городской совет и городская исполнительная власть занимаются жизнеобеспечением вот нашего города, мы же не, а есть люди, которые, давайте обратимся в верховный совет, и какую-то белиберду там пишут, потому что они какие-то политические тезисы, ну, было и такое, давайте обратимся в верховный совет, мы не должны, у нас нет этого, ни в регламенте, нигде, обращаться в верховный совет, еще по такому вопросу, который 100% будет не принят, это для чего, для того, чтобы показать, какие мы самые лучшие, святее папы римского, ну, тут момент политики, пожалуй, что да, у нас время подходит к концу, и вы уже говорили о том, что вас легко, достаточно легко найти и попасть к вам на прием, а насколько легко найти вот ту информацию, о которой мы говорили сегодня, ну, если кому будет интересные цифры, что посетил, она же в открытом допуске, после, там, там все есть, и моя декларация, которая тоже, вот, общественники, знаете, для меня это, хотя, и критикуют те слова, которые я сейчас скажу, а для меня это, на самом деле, непонятно, как люди, получая гранты из-за границы, приходят и начинают копаться в кошельке, чьем-то, рассматривая, где, откуда у него, какие деньги, ну, идите, работайте, и зарабатывайте деньги, не надо получать, как говорили раньше, у дяди Сэма, и тут наводить порядок. Вот тут я уже завелся, просто не хватит времени, на самом-то деле, вопросы не ко всем, вопросы же к чиновникам, если чиновник ездит, там, не знаю, следователь ездит, на СССР, Володя, я же не чиновник, я своим горбом зарабатываю деньги уже 50 лет, даже больше, а мне задают, вот эти, кто они, антикоррупционеры, или противокоррупционеры, и они мне задают вопрос, а почему у вас 11 пар часов, а у Кернеса 12, так, может быть, вы одну пару часов еще докупите, чтобы сравняться, но это какой, знаете, я этому человеку сказал, вы знаете, на такой дурацкий вопрос, у меня даже нет, я не могу придумать даже дурацкого ответа, и у меня вопрос к этим людям, ребята, а вы за что кормите свои семьи, где вы деньги берете, вот это ходите, мусор собираете, а потом его разносите по домам, ну, я имею ввиду, словесный мусор, и за это вы деньги получаете, поэтому, у меня все честно, открыто, есть моя декларация, есть мои отчеты, кому-то не нравится, как работает этот депутат, но опять же, можно на прием прийти, вы меня, вы меня можете отозвать, но происходит самая интересная вещь, те люди, кто вот эти люди, которые хотят все знать, это те люди, которых не выбрали, они же шли в депутаты, а их не выбрали, а теперь они создаются, какие-то общественные группы, которые хотят контролировать депутатов, да проще простого, вы занимаетесь политикой, или пиаром, или благотворительностью, выиграйте выборы, станьте депутатами, тогда вы контролируете городскую власть, и городской совет, ох, мне точно надо еще один эфир, с вами обязательно поспорить, потому что вот тут я, честно говоря, вообще не соглашаюсь, я готов спорить на эту тему, еще раз говорю, это мое глубокое убеждение, я стал депутатом, меня выбрал народ какой-то, харьковчане, вы хотите меня, ну не меня, я имею ввиду, я себя позиционирую, позиционирую с любым депутатом, вы меня хотите все время там как-то, ну в чем-то подловить, да, и хотите меня контролировать, так меня же народ выбрал, контролировать городскую власть, а вы хотите контролировать контролера, а вас кто будет контролировать? Другие организации, в конце концов. И в итоге у нас получится, вся страна будет контролировать друг друга, тогда возникает вопрос, а работать кто будет? А надо же работать, надо же создавать продукт какой-то. Александр Царкисович, я вынужден просто, у нас действительно время подходит к концу, но хочу вас попросить, даже взять слово, что мы эту беседу продолжим, когда начнется парад декларирования обязательно, вот здесь хороший повод. Спасибо вам большое за то, что я пришел. Я хочу еще сегодня большой праздник, поздравить всех зрителей с великим праздником, и это действительно очень выдающийся святой, но он не православный, как у нас считается, он родился в Италии, он христианский святой, но сейчас многие святые почему-то считаются, что они наши, православные, Андрей первозванный, Петр, Павел, они нет, те евреи, этот итальянец, поэтому... Ну, христиане. Ну, христиане, да. Всех с большим праздником. Не работайте сегодня. Да, мы уже заканчиваем. Спасибо вам большое. Это не работа, это болтовня. Спасибо, ну, как сказать. И спасибо, что смотрели нас сегодня, присоединяюсь к поздравлениям, с праздником. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин